Олег Викторович Новицкий, космонавт-испытатель. Родился 12 октября 1971 года в городе Червень Минской области. Количество полетов 2. Продолжительность полетов 340 суток, 10 часов, 5 минут, 27 секунд. Герой Российской Федерации, кавалер Ордена Почетного Легиона. Прежде всего, это любимая работа. И возможность побывать там, где побывало до меня не так много людей. Это какая-то ответственность за свою работу, поскольку очень большое количество людей вложило свой труд в этот полет, и в первый, и во второй. Ну вот, наверное, все в этом месте есть для меня космос. Состояние невесомости очень для организма некомфортное, оно нам чужтое. Идет перераспределение жидкости в организме, опухает лицо, слезятся глаза, закладывается нос. Потом постепенно, у каждого срок разный, организм к этому привыкает, к состоянию. И уже начинаешь более-менее комфортно работать. Потому что состояние действительно для организма чужтое, поэтому уходит кальций из костей. Вот. Теряется мышечная масса. И в связи с этим мы, допустим, занимаемся спортом два раза в день, чтобы организм понимал, что такая нагрузка на позвоночник, на мышц на все-таки присутствует. У каждого человека свои ощущения, потому что на земле нельзя не восстановить, не как-то преподнести. Вот не старт ракеты именно. Мы можем почувствовать действие перегрузки на центрифуге. Вот. Вот. Но ощущения у каждого человека свои. Просмотр фильма «Белое солнце пустыни». Это роспись на дверях номера, где ты две недели жил на Байконуре. Это традиционная посадка деревьев для тех людей, кто впервые летят на корабле «Союз» за несколько дней. Вот. Мыли, и они сажают деревья. Это стрижка тоже за несколько дней до старта. То есть приезжает женщина, она стрижет всех нас, потому что стрижка у стойки невысомости – не очень удобное мероприятие, но, опять же, необходимое. Была такая вещь. Не знаю, почему как-то маленький кусочек пломбы откололся. Он ни к чему критическому не приводил. Но, тем не менее, врачи дали рекомендацию взять специальную пасту, вот, и заделать этот маленький скол. Ну, с первого раза у меня не очень хорошо получилось. Она выпала, по-моему, через пару дней. Со второго раза, ну, неделю-полторы продержалась. Ну, и с третьего раза она уже дожила до конца полета. В бытовом, наверное, был у меня один смешной случай, когда я показывал семье. И, причем, под запись показывал, как я завтракаю. Вот. И у меня случайно от удара локтем ложечка улетела. Причем, потом на кадре я смотрел, куда она улетала. Она улетала в грузовик, но так я потом не нашел. Лицо мне было, конечно, очень такое смешное. До сих пор, кто не смотрит этот ролик, эта легкая растерянность, где моя ложечка, она присутствовала. Фотографии, несомненно, они очень красивые, но они все равно не передают вот те краски, которые видят человеческий глаз. В любом случае, ни одна техника самая перспективная, самая мощная не может соперничать с человеческим глазом. Конечно, земля очень захватывает внешний вид. Очень красивая, очень яркие краски. Я бы сказал, что она даже маленькая отдушина. Помимо задач, которые мы выполняем при выполнении фотографирования или видеосъемки земли, каких-то объектов, экологию, допустим. Но это такая же эмоциональная разгрузка немножко, потому что ты ищешь какие-то знакомые места или очень значимые, не только для себя, и для человечества. Какие-то вещи, о которых ты слышал, может быть, читал что-то. А здесь ты можешь фотографировать и посмотреть или показать кому-то в Инстаграм это. Раньше, я знаю, когда были только, скажем так, советские корабли летали, то космонавтам выдавалось какое-то количество красного вина, как, допустим, подводникам. Потом это убрали, наложили запрет, и сейчас на борту станции спиртного нет. Огромный перечень вещей, которые нельзя, чтобы были в космосе, но их можно обучить просто в это острое, хрупкое, стеклянное. Такие вещи, которые могут внести потенциальную опасность. Ну, экипажу станции. Нам в этом плане повезло, конечно, развитие техники уже дошло до такого уровня, что если раньше наши космонавты могли говорить с семьей только, скажем так, несколько минут, и в течение только времени, когда станции проходят на территории Советского Союза, то сейчас у нас остался этот вид связи. И, в принципе, мы почти 24 часа в сутки можем пользоваться компьютерной сетью партнеров, позвонить домой. Раз в неделю устраивается видеоконференция официальная, то есть закрывается канал связи, и 20-40 минут мы говорим по видео, как вот по скайпу люди общаются. Организм как-то более быстро все-таки примыкает к невесомости. То вот врачи говорят, что он восстанавливается до обратного состояния столько, сколько ты летал. Хотя ты себя уже где-то через месяц прекрасно чувствуешь, можешь, в принципе, бегать, но еще пока врачи тебя сдерживают, чтобы не было большой нагрузки на позвоночник. Но ощущения уже такие, как будто восстановились. На самом деле, нет, этот процесс очень длительный. А после полета, да, у нас есть два периода реабилитации. Каждый из них официально длится 21 день. Первый период, он считается, период острой реабилитации, проходит в Звездном городке, вот в нашем медицинском корпусе. А второй период уже санаторный, то есть мы едем в санаторий для дальнейшего восстановления. Ну, эта идея, она пришла даже не от меня, поскольку у нас многие ребята ведут различные виды блоги. То есть это нормально, когда надо пользоваться доступными средствами, чтобы показать, я говорю, любому поколению людей вид Земли с орбиты. Не знаю, вот эти красоты все. Поэтому, наверное, и большое количество моих как-то читателей или людей, которые интересовались фотографией, все-таки нашлись во время полета. Но вот сейчас я очень слабую еду, потому что, в принципе, все то же, что я могу сейчас показать, это может посмотреть любой человек. Но фотографии с орбиты, естественно, они уникальны, поэтому старался делать это по максимуму. И земля, и космос. Книга. Видео. Конечно, домашняя еда. Общение. На набор документации корабля «Союз». На порядке 30-40 динут. Занимаюсь спортом. Это утро каждого дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова